Там, где сейчас стоит скамейка, несколько дней назад шла несанкционированная торговля сладков и машин. В администрации рынка Северный говорят, что навести порядок было непросто, но с задачей, которую поставил глава города-курорта, в целом справились. Теперь территория находится в ведении муниципального предприятия. Уже этой осенью на участке длиной порядка двух сотен метров планируется оборудовать короба и посадить примерно два десятка платановых деревьев. Здесь же ряд магазинов. Их облик давно нуждается в обновлении. С собственниками начали переговоры. Начинаем работу. Я думаю, что там люди адекватные, нормальные, такие же наши люди, живущие в этом же городе, не где-то за границей, там или в других городах. То есть самим интересно будет сделать, чтобы это было действительно красиво. Аргумент городских властей – эти фасады морально устарели, а здесь бывают жители со всей России и других стран, потому что, напротив, один из проходов к городскому пляжу. Однако убеждать коллег будут, опираясь на собственный опыт. Сегодня опрятный вид – одна из важных составляющих любого бизнеса, тем более на курорте. Эти белые линии – граница, за которые предприниматели не должны заступать. Они необходимы из соображений безопасности, однако в итоге оказалось, что вещи, висящие в проходе, скорее мешали покупателям. Рынок был и остается муниципальным. Ежегодно администрация предприятия вкладывает порядка 4-5 миллионов рублей в инфраструктуру. Навесы над торговыми рядами, асфальтирование дорожек. Установили более двух десятков таких торговых павильонов. Тем удобнее, что закрываемся аккуратно, не с тряпочками, как раньше было. Удобная вода. Здесь у меня раньше поднялась, сейчас не поднимается. Все хорошо, все красиво, удобно, чисто. Рынок в низине. Сергей Ярин показывает следы подтоплений. В прошлом году и в нынешнем. Здесь находятся насосы. Всего их шесть. А это части для второй очереди ливневой канализации. К монтажу приступят уже в этом году. Со стопроцентной гарантией, что выполнив эти работы, мы сможем спать спокойно. По словам директора рынка, спокойно могут чувствовать себя и предприниматели, а также наемные работники и их семьи. Рынок останется в муниципальной собственности, а это значит будет продолжать развиваться.